Помните, совсем недавно я делал для вас обзор Asus Zenfone 5? Вы мне тогда в комментариях написали, где же 5Z, где Руслан, когда он будет? Вот он, в общем-то, перед вами, и сегодня у нас даже не обзор, а такой опыт использования Asus Zenfone 5Z. Внешне такой же, а внутренне совсем другой. Поехали! Начнем по традиции с дизайна. Asus Zenfone 5 и 5Z – два брата-близнеца, поэтому отличий в дизайне нет. Это уже привычная для нас комбинация. Спереди и сзади защитное стекло Gorilla Glass 2.5D эффектом, а между ними металл. Вокруг быстрого сканера отпечатков пальцев расположился мной так любимый радиальный градиент. Такой дизайн действительно выглядит очень свежо и мне нравится, потому что он на солнце переливается просто офигенно. Но давайте будем реалистами. На практике вот происходит вот такое, он залапывается, практически пропадает, но когда вы его носите в кармане, он абсолютно становится чистым и стирается это очень легко. А это значит, что олеофобное покрытие тут годное. 5Z я носил без пленок и чехлов, и естественно он собрал немного мелких царапин. Но я особо не переживал про этот телефон и носил его и в рюкзаке, и в сумке, и в кармане, и в общем вообще не парился. Поэтому я считаю, что корпус достаточно целый, потому что режим использования был жесткий, скрывать не буду. К сканеру отпечатков пальцев претензий нет, но если честно, то я им даже и не пользовался. Потому что тут есть разблокировка лицом, и работает она и днем, и вечером, и ночью, и работает отлично, поэтому зачем мне сканер отпечатков пальцев. Но если так вот затестить, то работает он быстро. Но он вам не нужен. Вот за что стоит похвалить Asus Zenfone 5Z, так это за великолепный IPS-экран диагональю 6,2 дюйма. Ну вот я серьезно, мне до сих пор кажется, что это AMOLED. Цвета очень яркие, контрастные и сочные. Но в настройках есть возможность сменить цветовой режим и насыщенность. Все как у AMOLED-экранов. Разрешение такое же Full HD+, 402 ppi, соотношение сторон 18,7 к 9. А чуть не стандартное разрешение только из-за вот этой челки. Но если она вам не нравится, то ее можно скрыть прямо в настройках смартфона. Мы это, естественно, не засняли. Вот так можно, вот так и так, вот, 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 все. Модель 5Z намного производительнее, чем обычный Zenfone 5. Здесь установлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, который имеет 8 ядер с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Помогает ему в графике Adreno 630. И скажу я вам, что с производительностью все очень и очень хорошо. Есть разные варианты оперативной памяти и постоянного накопителя. В нашей стране будет версия 8.256. Производительности хватает как для повседневных задач, так и для игр, причем всех. Папка, естественно, играется на максимальных настройках графики. А иначе быть и не могло. В синтетических тестах набирает отличные показатели. Ну и, в общем-то, телефон, ракета, пушка, огонь. Порадовало наличие NFC, Bluetooth 5-й версии и стереозвук. Он тут на уровне iPhone 10. В общем, претензий к производительности и начинке у этого смартфона, ну, вообще нет никаких. Ну и теперь давайте по камере. А снимает она, мне кажется, точно так же, как и у Asus Zenfone 5. Первый модуль обычно на 12 Мп с апертурой 1.8. Второй на 8 с апертурой 2.0 и имеет широкий угол 120 градусов. И это не тот случай, когда большинство производителей уже используют второй модуль, как телевик. Asus идет по своему пути. Оба модуля снимают почти одинаково в хороших условиях, но ночью есть разница. Все же на основной модуль фото выходят более яркие. Скажу прямо, работа камер мне понравилась. Отлично показывает себя в разных режимах. Кстати, камере помогает искусственный интеллект. Он автоматически выбирает параметры, тем самым делая фотографию более красочной. Также есть неплохая стабилизация. Портретный режим здесь тоже присутствует, но реализация местами, честно говоря, хромает. Видео снимает до 4К при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 8 со светосилой 2.0. Делает вполне хорошие себе такие селфи. Тоже есть режим боке, исправляется он неплохо. В Zenfone 5Z установлен аккумулятор на 3300 мАч. И его, честно сказать, мне хватало почти на два дня. Ну, это если не играть. Если играть, то его хватает на день. На день. Не переживаешь в течение дня по поводу зарядки смартфона. А также есть очень быстрая зарядка. Прям комплектная. За 30 минут он подзаряжается до 50%. И это реально круто. И поэтому можно днем его просто поставить на зарядку в офисе. И вечером у тебя будет еще 70%. В общем, вот так. С легкой руки. Теперь давайте пройдемся по минусам и плюсам данного смартфона. И первый минус, о котором я всегда говорю, когда есть стеклянная крышка. Ну, разве что вот про OnePlus 6 я такого что-то не говорил. Но так комьюнити решила. В общем, посмотрите обзор OnePlus 6. Тут нет беспроводной зарядки. Вот все-таки хотелось бы. Стекло нету. Тут же у Asus комьюнити не было. Они просто так решили сюда ее не вставлять. Ну, я это так себе вижу. Второй минус. Мне не совсем понравилась цветопередача камеры. Цвета какие-то немножко странные. И хотелось бы больше реалистичности. А вот дальше только плюсы. Первый это дизайн. Как и Zenfone 5. Он мне очень понравился. Хорошая сборка, качественные материалы. А в серебристом цвете на солнце просто вообще прекрасно. Второй плюс это экран. Я не могу не отметить, что это отличный IPS. Действительно, яркость и цветовая передача на высшем уровне. Одна из лучших IPS-матриц на сегодняшний день. Если не самая лучшая. И последний плюс это стереозвук. Хоть на флагмане он просто обязан быть хороший. Но вот тут он хороший. Я его прямо отдельно отмечу. Смотреть видео, слушать музыку и играть в любимый PUBG намного лучше со стереозвуком. Мне кажется, что уже должны позвонить с PUBG. Алло. Да, это Руслан. Вы с PUBG звоните? Денег, да, завезете? Везете. Да я ж даже денег не прошу. Реально. Мне бы хватило бы этой банданы тигровой в игру. Если вы смотрите. Мой никнейм Самоваров. Я уже в обзорах 30 уже рассказал про эту игру. Можно мне бандан? Школьный костюм еще не заслужил. Zenfone 5Z отлично сбалансированный флагман, который реально стоит рассмотреть к покупке. Потому что этот мощный процессор и дизайн это вообще что-то нечто. Ставь лайк, если это видео было полезно для тебя и подписывайся на наш канал. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока. Продолжение следует...